Привет, ребята, с вами Саня, мы на канале Мисс Саня, с вами будем делать чехол для телефона. Привет всем, друзья. Ну что, Мисс Саня сегодня вас хочет удивить своим искусством. Но это искусство Саня подсказала, её подружка. Нет, я в Ютубе. И ещё на Ютубе. И вот сейчас поделимся, да, Саня? Во-первых, мой обещанный показ моего нового планшетного чехла. Красивый очень твой чехол. Вот такой вот. И вот какой я сама сделала себе для телефона чехол. Суперский твой чехол, очень красивый. Сегодня мы будем делать голубинский чехол. Давай, Саня, что нам этого надо? Ну, короче, нам нужны ножницы, маркер или фролмастер. Да. И этот. Карандаш. Карандаш. И бумага. И бумага. Можно и из журналов. Ещё я вам покажу, какие я ещё сделала. Ну, давай. Тут все наши семьи, видите, чехлы. Ой, сколько тут у тебя. Тут есть вот такой вот. Да. А, и тут уже и дырочки ты сама. Ну, какой-то, ну да. Тут есть, ну, вот такой с оленями. Новогодний такой, да, скажем? А потом вот этот такой вот с кубничкой. Потом вот такой с лягушечкой. Ой, вот этот какой симпатичный. Супер. Давай покажем, как выглядит с лягушкой. Потом кактус. А потом такой вот чудик. Ой, какой этот красивый. И там ещё вот. А, или вот так, да? Да. Это, наверное, из журнала какого-то женского, да? Вырезала. Модного, да, наверное? Из моего, да? Да. Саня. И потом ещё вот такой проспыта золотой. Угу, красивый тоже очень. Ну, давай какой-нибудь покажем, поменяем. Ну, например. Ну, например, вот это. Ну, давай. Например, это новогодний. Ну, давай новогодний. У меня сейчас. Для этого надо просто вот такого вот чехла. Прозрачный чехол. Прозрачный чехол. Ну, и чтобы было для модели, да? Твоего телефона обязательно. Да, потом вот так вставляешь бумажку. И вот тебе чехол. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Вот. Ну, да, очень классно. Супер. Так вот, мы сегодня будем делать с мышью летающей. Ну, давай с вами. Но я не умею её рисовать. Так в этом мне поможет мама. Я не знаю, она умеет или нет, но научится. И, короче, начнем. А может, есть у тебя какая-нибудь, знаешь, что посмотреть, как она выглядит? Потому что я... Поехали. Ну, давай. Сперва нам надо снять... Ой, а где чехол? Вот. Нам надо вот так отвести карандашом. Да. Весь чехол. Да. Делать надо это аккуратно очень, да? Ну, да. Чтобы потом вырезать его красивенько. Правда же? Ну, да, но не обязательно. Потом дырочки, да, вот эти для камеры. Сколько у тебя их? Одна, две. Вот. Да. Тут не очень видно. Видно, Саня. Видно. Через камеру видно, но тут я не знаю, что вот это вот. Это уже было. Короче, потом надо вырезать. Ну, давай будешь вырезать теперь. Или нет, лучше сперва, может, я отведу. С черным. Подождите. Так. И вот. Может, тебе надо было другие ножницы взять, эти маленькие, потому что вот эту камеру с этим очень сложно будет вырезать. Так вот они большие, они маленькие. Сейчас надо камеру. Вот камера. Да. Выглядит очень огромно. Надо не сделать слишком маленький. Лучше, наверное, чтобы он был немножко-немножко больше, чем, да, чем этот чехол, да? По миллиметру, наверное, по сторонам. Тогда, наверное, лучше получится, я так думаю. Скажу. Тут были два листа, и мне две заготовочки. Да, теперь как раз у тебя две. Ну, молодец. Где эта? Вот. Сейчас, да, надо примерить. Ну-ка. Слишком маленький. Слишком маленький? Камон. Покажи. Вот, слишком маленький. Так что, по новой будем делать, да? Давай еще раз. Ну, да, наверное. А если ты попробуешь, знаешь, Саня, как измерить его? Не с той стороны, а с другой. Стой, надо, стой. С другой. Нет, так лучше намного. Сейчас надо уже постараться побольше сделать. Камера. Я потом там еще делала такого с снеговиками. Нет, я его куда-то засунула, что сейчас не нашла. Вот, почти уже закончила. Ну вот, второй чехол. Да. Ой. Ну-ка. Сейчас аккуратно вырежь все. Осторожно. Посмотрим, что там у тебя получилось. Да. За фоном такой красивый. Звук. Прямо век или колье. Наверное, у нас там за спинами слышат телезрители твои все. Как у нас Арка? Храпит. Храпит. Да. Сейчас. Ну-ка. Покажи. Вот. Ну так это, если хочешь, абсолютно, да, такой. Только еще камеру не вырезали. Надо камеру вырезать. А что будем рисовать? Я камеру потом вырежу. Хорошо. А сейчас будем пытаться рисовать летучую мышь. Летучую мышь. Давай. Я вырезала дырочки. Еще вот нарисовала этого, как его, летучую мышь. Еще одну нарисовала? Да, две. Ой, красиво. И надо ее сейчас черной разкрасить. Ты будешь сейчас ее разукрашивать, да, Саня? Ну давай, покажи мне, как ты будешь ее разукрашивать. Ну это да, это точно уже лауиновский прям, да, чехолчик? Ну, когда пойдешь на лауин-пати, сможешь его с собой взять. Я придумала. Что? А давай. Ну-ка. Я приглашусь на черпы своих подруг. Ну почему же нет? Разрешила бы? Ну я теперь не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Давай мы по этому вопросу потом подумаем. Хорошо, Саня? Ну вот так. Так, так. Почти закончила. Ой. Вот, нарисовала. И что сейчас, как бы, ну что за трещот дрова парила? Ну я бы, наверное, блестки какие-нибудь фиолетовые. У меня нету. Нету? Ну тогда, может, какой-нибудь, я не знаю. Я даже не представляю, Саня. Ну какой-нибудь помпончик, может, можно, знаешь, повесить еще, нет? У меня нету. Так красиво было бы фиолетовый какой-нибудь. Вот. Да? Очень красиво. Мне нравится. Очень даже нравится. Нет? Нет. Я думала. Ну? Тыква. Тыкву еще нарисовать, да? Откуда ты тыкву возьмешь? Оттуда. Откуда? Оттуда. У тебя там что-то упало? Нет! 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 Это что-то. Блин. О-о-о! Подайте на пропитание. Саня. Подайте. Ну, давай уже, если что, покажи. Она сама упала. Подайте на пропитание. Вау! Подайте на пропитание. Саня. Ну, вот у меня ничего нету, что тебе подать. Конфет надо засыпать туда много. Саня, когда вы готовьтесь к празднику? Когда вы пойдете с ребятами? 31. Покажи. Мы вчера Сане купили. Смотрите, какую классную вещь. Пока Саня тут будет делать этот чехолчик. Дальше я вам покажу эту ручку. Видите, как классно. Тут, видите, франкенштейн нарисован. И вот такая ручка. И туда, ну, типа, знаете, как идут ребята собирать конфетки, так вот туда сразу эти конфетки падают. Ну, очень так, я бы сказала. Ну, очень так красиво сделано. И... Да. Саня вчера так тут шутила на этот счет. Супер. Еще такое сейчас, пока Саня рисует, я вам покажу еще, какую маску мы купили. Потому что Саня готовится уже понемножку. Видите, какая страшная. Ну, очень даже страшная, я бы сказала. Мам, не закрывай, пожалуйста. Нет, я ничего не закрываю. Свет мне закрывает. Сори. Сори. Ну, мы, наверное, про головы покажем в другом видосике. Я так думаю. Потому что сегодня видосик не про это. Сегодня видосик про то, как можно очень недорого, со своей фантазией, сделать очень классный чехол для любого телефона. Только надо прозрачный. Обязательно купите для той модели, которая вам подходит. А, кстати, это был дефицитный проект. Потому что... Что? Потому что... Пожалуйста. Потому что, вы знаете, не в каждом магазине там найдешь вот для Сани на телефоне модели такой чехол. Ну, а потом уже это уже только фантазия. Да, Саня? Ну, и как тебе? Вышла тыква очка? Еще нет. Все рисуем. Терное. Все. А-а-а! Класс! А теперь, давай, можно я поверну вот так, покажу? Осторожно она размазывается. Ой, какая красивая. Симпатичная очень. Так все? Так все, Саня? Ну, давай, ложи туда телефон. И, как говорится, все. Ну, вот и таким принципом, по такому принципу можно сделать, я не знаю, невероятное количество этих чехолов, да, Саня? 100, 200, 300 тысяч и миллионы. Каждый день, каждый, как по настроению. Хочешь и меняешь, какой себе хочешь, да, Саня? Да. Потому что купить, это ни денег, ни времени, столько не найдешь. Ну-ка, давай, покажи. Вот, какой красивый. Ну, очень классно, Саня. Супер. Давай пять мне. Молодец, как всегда, Саня. Подайте на пропитаниях лайкосики. Лайки, да, собираем лайки, Саня, да? На пропитание. Да, собираем лайки. Ну что, Саня, спасибо тогда тебе за внимание. Ставим лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока.